МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. А это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Дело Игоря Пушкарева. 33 месяца заключения, прения сторон завершены. Доказанным защита считает единственный эпизод. Что скажет суд 2 апреля? Обозначили фронт работ. Около трех миллиардов рублей выделят в этом году из краевой казны на благоустройство Владивостока. В этом году мы уже должны видеть положительные изменения в выборке города. Жизнь, дорога, любовь. Персональная выставка художника Александра Берлина открылась во Владивостоке. Для меня женщина – это главное, чем я занимаюсь. Не только партия, партия основная, но как таковая женщина. Потому что есть скульптуре она у меня есть, и живописи. Как-то от нее идет, наверное, это любовь к красоте. Также в выпуске. Контрабанду крупной партии дериватов предотвратила Дальневосточная оперативная таможня. И еще расскажем. Информационно-ресурсный центр для инвалидов во Владивостоке принял первых посетителей. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Следователи устанавливают причины, по которым судно из Владивостока врезалось в мост Кванан в Пусане. Грузовое судно Сигран, следуя к Пусану из соседнего порта Пхохан Республики Корея, протаранило носовой мачтой участок между опорами моста. В результате корпус сухогруза получил повреждение носовой части, а в конструкции моста образовалась трещина шириной около 5 метров. По данным береговой охраны Республики Корея, судно после столкновения с мостом развернулось и пошло в обратном направлении. Пострадавших в результате инцидента нет. За 40 минут до того, как врезаться в мост, судно столкнулось с круизным лайнером, пришвартованным в порту. По информации южнокорейских СМИ, капитан российского грузового судна, врезавшегося в мост, был пьян. После инцидента береговая охрана задержала судно и допросила его команду. Как сообщил Интерфаксу представитель компании судовладельца «Восток Морсервис», сухогрузу потребуется ремонт. Степень повреждений устанавливается. Судно и ответственность судовладельца застрахованы. К слову, это не единственное судно из Владивостока, пострадавшее в эти дни в Южной Корее. Так, на рыболовном судне «Залив Ольги», который ремонтируется на заводе в порту Пусана, произошел пожар. Судовладельцем является Пау «Дальрыба». Экипаж плавбазы – 29 человек. Как сообщили в морском спасательно-координационном центре Владивосток силами береговой пожарной службы Пусана, пожар потушен. Погибших и пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды тоже нет. Напомним, на днях по пути в Южную Корею получила пробоины от взрыва судно «Партизан» приморской компании «Гудзон». Дереваты диких животных на сумму более 5 миллионов рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни во Владивостокском морском рыбном порту. Мускусные железы и секрет более двух сотен особей самца кабарги и три медвежьих желчных пузыря пытался незаконно вывести из России член экипажа судна, убывающего в Республику Корея. При обследовании судна оперативники изъяли у моряка два рюкзака, в которых обнаружили пять свертков с дериватами. Мужчина сознался, что на нелегальный вывоз из России дериватов ценных диких животных согласился по просьбе гражданина Республики Корея за вознаграждение в одну тысячу долларов. Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении моряка уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере». Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет и штраф до миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по результатам проверки, проведенной в школе города Большой Камень, где родители учинили самосуд над пятиклассником-хулиганом. Дело возбуждено по факту халатности органов профилактики и сотрудников школы. Как сообщил представитель Следственного комитета, сейчас по делу никто не задержан, так как дело было возбуждено не в отношении кого-то, а по факту происшествия. Следствие ранее сообщало, что в школе долгое время был конфликт в классе, который привел к совершению преступления, а обращения родителей в администрацию школы оставались без внимания. На данный момент у нас ситуация из ряда вон выходящая, с пятого класса, то есть дети постоянно, регулярно жалуются на этого мальчика. В декабре сложилась ситуация, Александропола, есть подтверждающие документы, мальчик нанес телесные повреждения ребенку в височную часть. ПДН также прислал отказ, к директору поступало заявление, учителю, классному руководителю, также много ситуаций по поводу этого ребенка. Директор школы, где и произошел инцидент, был отстранен от должности. Начальнику управления образования города был объявлен выговор за общий недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе. Проверку ведет также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона. Напомним, Шкотовский районный суд отказался помещать под домашний арест мужчину, наказавшего школьного хулигана. 55 километров русел, ручьев и рек расчищено в Приморье в рамках противопаводковых мероприятий. По данным приморских синоптиков, начало ледохода в крае ожидается во второй половине марта и будет на уровне близком к средним многолетним значениям и даже ниже их. Однако, несмотря на аномально теплую и бесснежную зиму, в Приморье возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с половодием на территориях Дальнереченского и Дальнегорского городских округов, Дальнереченского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского, Чугуевского и Яковлевского районов. В 2018 году проведена расчистка и дно углубления рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, Ручьев Малой, Поселковой и Орлины в партизанском городском округе. Завершаются работы по расчистке русел рек Кулешовка и Спасовка в Спасском городском округе. Возведены временные сооружения вдоль береговой линии, восстановлены участки противопаводковых дамб, произведена замена и расчистка водопропускных труб. В марте специалисты приступают к мониторингу состояния рек, ослабления льда. Из-за маловодия в эту зиму подрыв льда считается неэффективным. Около трех миллиардов рублей выделят в этом году из краевой казны на благоустройство Владивостока. Это значительная сумма, которая должна пойти на приведение в порядок городских территорий, асфальтирование дорог, благоустройство и ремонт фасадов, установку детских площадок и создание новых условий для жизни горожан, включая крытые автопарковки. Уже в этом году владивостокцы должны увидеть первые изменения. Все подробности расскажет Катерина Матвеева. Ремонт дорог и фасадов стал главной темой выездного совещания главы региона Олега Кожемяка и руководителя мэрии Владивостока Олега Гуменика. Первая точка на маршруте участок на Верхнепортовой 6. Уже в этом году городские власти планируют начать здесь строительство многоуровневой парковки. Она будет рассчитана примерно на 300 мест. У нас получается здесь проект парковки бетонной на 220 автомобилей никто не вышел и энергоюрка сеньё была большая. Сейчас мы здесь поставим просто уже с толбами как весь во всём мире по стекле эти четыре толба которые будут как четыре башни в которых будут рисовать автомобили и также будет парковка дополнительно этим машинам на 25 машин спуск по улице капитана Шефнера один из самых важных и дорогостоящих объектов которые отремонтируют в этом году планируется полностью заменить дорожное основание положить бетонное покрытие вывести продольные и поперечные уклоны отремонтировать сети ливневой канализации и установить разделительное ограждение для безопасности автомобилистов площадь ремонта около 14 тысяч квадратных метров всего в этом году запланирован ремонт фасадов в 70 домах города в 12 будет заменена кровля будет отремонтирован и сквер Анны Щетининой его начали восстанавливать в прошлом году на первом этапе подрядчик должен был укрепить откос на втором благоустроить видовую площадку однако подрядчик подвел и ничего из заявленного сделано не было безусловно надеемся что город вовремя проведет все процедуры связанные с конкурсами и приступит к исполнению работы в этом году мы уже должны видеть положительные изменения в облике города конечно работы предстоит очень много напомним Владивосток получил статус столицы Дальнего Востока в декабре прошлого года в 2018 году город посетило около 4,5 миллионов человек из федерального бюджета региону дополнительно направят 4,5 миллиарда рублей которые пойдут на благоустройство теперь уже Дальневосточной столицы Катерина Матвеева новости на восьмом определен перечень профессий обладатели которых могут выбрать Владивосток для участия в программе переселения соотечественников из-за рубежа список включает 39 специальностей востребованных на рынке труда городского округа так во Владивостоке ждут работников для учреждений образования и здравоохранения инженеров для разных отраслей участники программы и их семьи могут в ускоренном порядке получить гражданство Российской Федерации из мер соцподдержки предусмотрены компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания и найма жилья на время благоустройства подъемные выплачиваются в два этапа и составляют 240 тысяч на участника программы и еще 120 тысяч на каждого члена его семьи компенсируются оплаты государственной пошлины за оформление документов и нострификацию диплома есть возможность бесплатно переобучиться по востребованной профессии или повысить квалификацию по уже имеющейся кроме того переселенцы могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 50 процентов от прожиточного минимума выплата прекращается при получении гражданства или трудоустройства напомним как территория вселения Владивосток вошел в программу содействия переселению соотечественников из-за рубежа в феврале этого года и стал 29 муниципалитетом принимающим переселенцев в судебном процессе по делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева бывшего директора МУП в дороге Владивостока Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего группу компании «Восток-цемент» Андрея Пушкарева завершились прения сторон приговор будет оглашен в 11 утра 2 апреля на трех заседаниях состоявшихся на текущей неделе адвокаты Александр Высоцкий Константин Третьяков и сам Игорь Пушкарев привели аргументы предъявленных обвинений подробности в рубрике «Тема недели» Запрос приговора со стороны обвинения во время прения сторон заявлены на заседании Тверского суда 21 февраля по делу Пушкарева стал шоком для приморцев государственный обвинитель требует 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева 8 лет лишения свободы условно а также штраф 500 миллионов рублей для Андрея Пушкарева при этом назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 5 лет бывшего директора МУП Дороги Владивостока Андрея Лушникова осудить на 14 лет колонии строгого режима и взыскать штраф в размере 375,5 миллионов рублей Игоря Пушкарева обвиняет в получении взятки злоупотреблении должностными полномочиями коммерческом подкупе пособничестве в получении взятки использовании заведомо подложного документа У стороны защиты позиция неизменная на протяжении всех 33 месяцев заключения Пушкарева признать невиновным доказанным считают единственный эпизод Доказали только одно Игорь Пушкарев участвовал в управлении собственной компанией в нарушении 289 статьи Мать пенсионера и младшие братья просто не могли владеть такой большой компанией Я процитирую гособвинителя отрицать управление компанией Игорем Сергеевичем нельзя но делал он это как должностное лицо это и есть 289 статья участие должностного лица в управлении компанией Игорь Пушкарев в своем слове на заседании 27 февраля также обозначил конкретные доводы в защиту обвиняемых и перечислил ляпы обвинения На лимите Минакова обвинила в том что я опозарился на деньги от ЭС на дороги на реконструкцию на темы генеральных средств но фактически никаких ни в каких поставок ни в каких контрактах городного Владивостока или Восток-ЦИМЕД не участвовал не принимал и ничего не делал то есть это просто фигура речи К материалам дела также приобщены показания исходя из которых только за 9 месяцев Пушкарев оказал благотворительные помощи горожанам на 56 миллионов Если посчитать благотворительные расходы за 8 лет то получится около полумиллиарда рублей Но по версии обвинения для того чтобы взять себе 143 миллиона Игорь Пушкарев придумал схему в которой действовал через администрацию города и МУП Хотя признанным остается факт подаренных на строительство дорог саммита от ЭС стройматериалов на миллиард рублей и вызванных этим поступком убытков Востокцемента на полтора миллиарда Я со своих личных денег своей компанией помогаю городу жертвовать миллиард рублей На момент когда я стал главой города задолженность у МУПа была уже там порядка 20 с лишним миллионов рублей до 25 миллионов Сейчас МУП никого ничего не должен Он получил прибыль более 500 миллионов заплатил там только в 16-м году 92 миллиона рублей налог на прибыль и так далее Уже сейчас три года по сути почти как МУП существует на тех запасах которые были сделаны Отмечено также что гособвинитель не раскрыл существенный элемент состава преступления а именно за совершение каких действий подсудимый получал взятки По версии прокурора Игорь Пушкарев получал взятки от своего брата за то чтобы МУП покупал строительные материалы у Востокцемента по завышенным ценам и Востокцемент от этого получал прибыль Но в обвинении размер этой прибыли не отражен как и наличие связи между якобы взяткой и прибылью полученной компанией Востокцемент в результате продажи строительных материалов МУПу Таким образом доказательства которые имеют решающее значение для квалификации действий по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации в деле отсутствуют Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями Пушкаревым подкрепить доказательной базой также не получилось В деле не указано чьи именно права нарушил Пушкарев Что конкретно сделал неназванные и потерпевшие Администрация города Владивостока точно не является потерпевшей стороной о чем ее представители неоднократно заявляли И тогда непонятно какими действиями Пушкарев дискредитировал органы местного самоуправления Именно этот факт обвинение приводит к главным аргументам необходимости столь жесткого приговора Вот так прокурор Татьяна Минакова в своей речи просит суд обратить внимание на социальную значимость уголовного дела Я уже говорила что дискредитация органов местного самоуправления органов власти хоть и может быть на первый взгляд кому-то кажется какими-то фактными словами на самом деле это понятие которое влияет на мнение населения о государственном устройстве Российской Федерации и соответственно дискредитирует в принципе всю систему управления которое существует согласно нормативным правовым актам Российской Федерации А тем временем во Владивостоке в соцсетях и в прямом общении с прессой возмущаются запросом обвинения о 17 лет колонии строгого режима для Игоря Пушкарева и штрафе в размере полтора миллиарда для всех В стороне не остаются и представители приморского истеблишмента открыто выражающие несогласие с жестоким приговором И вот 28 февраля Игорю Пушкареву предоставили последнее слово в суде Эксглава Владивостока еще раз заявил что виновным себя не считает подчеркнул что оказался за решеткой из-за конфликта с губернатором Миклушевским В своем последнем слове я не хочу говорить об отсутствии доказательств моей вины Мне было совершенно очевидно что судит меня не за то что я совершил какие-то преступления Следствие само не скрывало что я оказался за решеткой в результате критики бывшего губернатора Приморского края Миклушевского Результатом данной критики явился длительный политический конфликт между Миклушевским и МОР который достиг своего богея в апреле 16-го года когда я победил на региональных праймерах в преддверии выбора в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и Законодательное собрание Приморского края которые должны были состояться 18 сентября 16-го года По результатам данных выборов Миклушевский планировал сформировать лояльный ему законодательный орган Моя победа в праймере с лишал его такой возможности Именно этим объясняется его обращение в мае 16-го года к федеральным правоохранительным органам страны и последовавшая затем отмена законного или обоснованного постановления следователя 15 мая 15-го года об отказе и возбуждении уголовного дела за отсутствие моих действий к составу преступления и возбуждения без достаточных поводов и оснований настоящего уголовного дела Несмотря на то, что Миклушевского уже отправили в отставку инерция правоохранительной системы которая, как известно своих ошибок никогда не признает настолько велика что я уже почти 3 года нахожусь под сражей по совершенно надуманному обвинению Игорь Пушкарев в своем последнем слове также поблагодарил Владивостокцев за поддержку и зачитал комментарии соцсетей в которых срок запрашиваемый гособвинителем для бывшего городоначальника называют чудовищным Первое, что вспомнило это суд над Васильевой все, что было до суда и после А ей на минуточку первоначально предъявлялся ущерб в 3 миллиарда 17 лет Пушкареву что это? Назидание? Месть? Боязнь? Все, что угодно только не правосудие По всей видимости из дела Пушкарева хотят сделать показательный процесс продемонстрировать всем что бывает с теми кто борется с силовой машиной Подобные действия, я считаю дискредитируют саму суть правоохранительной системы страны Игорь Пушкарев закончил свое последнее слово стихами и сказал, что рассчитывает на объективный и справедливый суд Если я дискредитировал органы власти в Владивостоке то и судить меня надо во Владивосток Именно жители Владивостока должны вызвать правосудию взывать правосудию и требовать от меня сурового наказания Но почему же меня судят в Москве? От лица жителей Владивостока выступают сотрудники генеральной прокуратуры которые так же далеки от Владивостока как и их обвинения от правды Своё выступление я хочу завершить словами стихотворения великого актёра Валентина Гав При этом я тоже прошу прощения за бафос и ни в коем мере не приравниваю себя тем к тем, кому посвящены эти строки Мамаша, успокойтесь он не хулиган Ваша честь Это моё последнее слово Я рассчитываю на объективный и справедливый суд 28 февраля на слушании судья обозначил дальнейшие действия Суд удалился на месяц для вынесения вердикта по уголовному делу Приговор будет оглашён в 11 часов 2 апреля 2019 Напомним, государственный обвинитель запросил 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей для Игоря Пушкарёва Отметим, что экс-мэр Владивостока находится под стражей уже 2 года и 8 месяцев Корреспондент Реа Владнюс вёл онлайн-трансляцию из Тверского суда города Москвы И все подробности можно прочесть на его страницах или на официальных страницах экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Instagram, Одноклассники Олег Завьялов, Новости на Восьмом Сейчас уйдём на короткую рекламу после которой Скульптуры Иисуса Христа хотят установить на крестовой сопке Владивостока Земля леопардов встретила День кошек оригинальной акцией в соцсетях Травмы и ушибы всегда возникают внезапно Они резко меняют наши планы Травмпункт медицинского центра САНОС Это то, что вы искали Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения Травмпункт медицинского центра САНОС Мы заботимся о вашем здоровье В студии Максим Дудников и мы продолжаем Скульптуры Иисуса Христа хотят установить на крестовой сопке Владивостока Земля леопардов встретила День кошек оригинальной акцией в соцсетях Скульптуру Иисуса Христа высотой в 68 метров хотят установить на крестовой сопке Владивостока В советское время на этом месте планировали установить статую Ленина но помешал развал СССР По задумке монумент Христа будет освещать крестным знамением все суда, заходящие в Россию или покидающие ее благословляя их на дальние походы Руководитель проекта и глава региона специально поехали на видовую площадку сопки Крестовой на мысе Гершельт для детального обсуждения проекта Они рассмотрели план размещения скульптуры и благоустройства территории вокруг нее изучили планировку смотровой площадки Проектировщики предложили возвести рядом со скульптурой Христа храм однако решили что лучше будет установить небольшую часовню Агентство Прима-Медиа напомнило что установить скульптуру Христа во Владивостоке подобную той что в Рио-де-Жанейро возникает уже не в первый раз В 2015 году монумент спроектированный Зурабом Церетели хотели поставить на мысе Чуркин в районе Змеинки Внутри скульптуры по проекту должен был разместиться храм Однако запланированный на строительство 1 миллиард рублей за счет пожертвований так и не собрали К слову пожертвований не хватило и на строительство храма в центре Владивостока Тогда на помощь Вере пришел реальный бизнес Жизнь, дорога, любовь персональная выставка Александра Берлина открылась в Владивостоке Экспозицию автор проводит свой юбилейный год В канун первого весеннего праздника Берлин решил показать зрителю исключительно галерею женских портретов созданных в разные годы Все подробности расскажет нам Дмитрий Беломеснов Александр Берлин художник разносторонний работает в живописи графики скульптуры С 90-х полностью ушел в живопись За годы творчества выработался узнаваемый стиль в котором есть смелость эксперимента выразительный образ акцент на цвет и живописно-пластическую составляющую Одна из любимых тем тема женщин Берлин создал десятки женских портретов находя в каждой модели неповторимое присущее только ей очарование восхищаясь им и перенося его на холст Для меня женщина это главное чем я занимаюсь не только портрет портрет основной но как таковая женщина потому что есть скульптура она у меня есть и в живописи как-то от нее идет наверное это любовь к красоте но женщина всем ясно что это прекрасная половина всю эту красоту женскую я изображаю как могу Женщина самая благодатная тема самая благодарная модель для автора в ней сосредоточены разные эмоциональные состояния внимательный зритель увидит тонкие градации переливы настроений среди портретов много изображений жены художника все с душой делается вот я вижу как бы как он передает эту эмоцию в холст поэтому принимаю это более того он делится этой эмоцией со мной если я не рядом он приезжает мне рассказывает о своем эмоциональном состоянии оно передается а вот с другими моделями отношения у художника складываются иначе женщина подвигшая Александра Берлина к написанию портрета зачастую бывает случайно встречной будь то прохожей на улице или зрительницей на выставке его заинтересовал чем-то эта женщина и он ее приглашает попозировать и порой она удивляется что я вроде как не молода не очень хороша собой почему я интересна художнику а интересно вот именно потому что ну женщина это вообще благодарная модель конечно она и по своим внутренним вот этим вот постоянно меняющемуся настроению которое отражается естественно на лице это кладезь просто тем для художника выставку жизнь дорога любовь Берлин проводит свой юбилейный год ему исполняется 70 по традиции художник в эти годы стремится представить ретроспективу того что создано однако автор решил показать зрителю галерею женских портретов созданных в разные годы желая подчеркнуть соседательную силу и красоту прекрасной половины человечества и тем самым невольно сделав подарок в канун первого весеннего праздника Дмитрий Беломеснов Алексей Заровный новости на восьмом финал зимнего сезона корпоративной интеллектуальной игры КИЛ прошел во Владивостоке команда холдинга бизнес кейс уже два года принимает участие в лиге и считается профессионалом удалось ли победить команде холдинга расскажет моя коллега Светлана Садовая второе место в финальной игре корпоративной интеллектуальной лиги или сокращенно КИЛ для команды холдинга бизнес кейс результат вполне ожидаемый ребята считают могли бы стать и чемпионами но рады и серебряной победе К сожалению сейчас не получается так часто тренироваться но это азарт и все мы люди азартные и команда наша уже достаточно опытная уже два года играем вот не новички уже все правила знаем и знаем как правильно отвечать на вопросы так чтобы это было правильно В финальной игре приняли участие девять команд самые сильные игроки которые по результатам нескольких сезонов заслужили звание профессионалов испытываем от этого непередаваемые эмоции на самом деле это прекрасный прекрасный досуг это общение с коллегами в неформальной обстановке но это хорошее настроение корпоративная интеллектуальная лига это совместный проект владивостокских сообществ топ оров и невероятно интересные игры игры проводятся раз в месяц с разбивкой на 4 сезона по 3 игры в каждом по итогу каждого сезона вручается кубок создать команду может любая компания организация или любой профессиональный коллектив по регламенту в составе команды на игре должно быть не меньше 4 штатных сотрудников помимо интеллектуального потенциала еще дополнительная возможность пообщаться с коллегами в нерабочее время узнать друг друга поближе интересы то есть мы за время игр дополнительно сдружились ну и конечно прокачали свои интеллектуальные навыки то есть каждая игра узнает что-то новое проводим помимо основных игр еще тренировки а в нашей столовой что дополнительно также развивает наш интеллектуальный уровень организаторы отмечают радует то что во Владивостоке стремительно растет сообщество любителей интеллектуальных игр а участники килл уже начинают готовиться к новому сезону чтобы встретиться весной в игре корпоративной интеллектуальной лиги Светлана Садовая Станислав Лазебный новости на восьмом конкурс леопард здесь стартовал первого марта в день кошек в России к участию в акции национальный парк земля леопарда призывает людей неравнодушны к судьбе редчайшей пятнистой кошки планеты по замыслу организаторов благодаря конкурсу леопард сможет оставить свой след в том числе там где о нем почти не знают и выступить символом единства природы и всего живого отметим что участие в акции состоит из нескольких шагов в первую очередь необходимо скачать макет с изображением леопарда распечатать его на бумаге и вырезать форму редкой кошки с помощью канцелярского ножа или ножниц затем нужно выбрать красивый пейзаж или достопримечательность в своем регионе и сфотографировать ее через получившийся шаблон так чтобы картинка оказалась внутри контуров леопарда завершающим этапом участия в конкурсе становится публикация снимка в одной из трех соцсетей Вконтакте, Инстаграм или Фейсбук с хэштегом Леопард здесь конкурс будет проводиться в течение месяца до 31 марта текущего года в начале апреля сотрудники земли леопарда выберут пять наиболее ярких и красивых фотографий каждый желающий сможет отдать голос за лучший по его мнению снимок главный победитель а также пятеро финалистов получат ценные подарки далее о спорте футбольный клуб Луч после выездных сборов готовится продолжить чемпионат волейболистки приморочки начинают борьбу в плей-офф первенство края по боям ММА пройдет во Владивостоке все подробности расскажет Максим Яковлев футбольный клуб Луч завершил учебно-тренировочные сборы в Крымске в последнем контрольном матче приморцы встречались с командой Черноморец из Новороссийска в этой игре тигры одержали уверенную победу со счетом 2-0 таким образом из пяти матчей проведенных на сборах Луч выиграл 4 главного тренера Рустема Хузина результат вполне устроил но как отметил специалист спокойствия на тренировках не хватало все время вставал вопрос о финансовой стабильности команды сначала неопределенность нервировала доиграет команда нынешний чемпионат или нет поедет на сборы или останется на данном этапе все нормализовалось идет рабочий процесс все готовятся к первой игре надо понимать что сейчас любой выигранный матч может помочь продвинуться команде к верхушке турнирной таблицы а любой проигрыш опустит ее в подвал впереди у желто-синих действительно непростое продолжение основного чемпионата ФНЛ уже 3 марта приморцы на выезде сыграют с Краснодаром 2 луч находится в середине на 10 строчке в таблице и каждая игра весной будет на вес золота приморочка на выходных начнет свое шествие в серии плей-офф нашу команду ждут матчи на вылет первые из которых пройдут с клубом USGU Atom серия будет идти до двух побед с начала 2 марта приморочка будет в роли хозяев игра во Владивостоке начнется в 17.00 в спорткомплексе Олимпийц затем 9 марта схватка переместится на родину USGU Atom в Курск в случае если после двух матчей счет в серии будет равным 1-1 третья решающая игра состоится вновь во Владивостоке 17 марта стоит отметить что приморский клуб последние два года становился серебряным призером высшей лиги А поэтому в этот раз болельщики вновь ждут от команды как минимум попадания в тройку призеров первенство приморья по ММА пройдет во Владивостоке в соревнованиях по смешанным боевым единоборствам сойдутся юные бойцы со всего края еще в начале февраля подобные встречи проводили старшие спортсмены на чемпионате края теперь же очередь подрастающей смены ММА в возрасте 12-15 лет ожидается участие нескольких десятков разноплановых спортсменов поэтому бои обещают быть непредсказуемыми к тому же турнир будет отборочным по его результатам сформируют сборную приморского края для участия в первенстве России которое состоится в конце марта в Мурманске начало предварительных поединков 2 марта в 10.00 вход в спорткомплекс молодежный свободный Максим Яковлев новости спорта на 8 и напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке следователи устанавливают причины по которым грузовое судно из Владивостока протаранило мост Кванан в Пусане пострадавших в результате инцидента нет береговая охрана задержала судно и допросила его команду дериваты диких животных на сумму более 5 миллионов рублей изъяли сотрудники дальневосточной оперативной таможни во Владивостокском морском рыбном порту у члена экипажа судна убывающего в республику Корея следователи возбудили уголовное дело о халатности по результатам проверки проведенной в школе города большой камень где родители учинили самосуд над пятиклассником хулиганом начальнику управления образования города был объявлен выговор за общий недостаточный контроль приговор экс-мэра Владивостока Игорю Пушкареву будет оглашен 2 апреля гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей Игорь Пушкарев еще раз заявил что виновным себя не считает и рассчитывает на справедливый суд Конкурс Леопард здесь стартовал 1 марта в день кошек в России К участию в акции Земля Леопарда призывает людей неравнодушных к судьбе редчайшей пятнистой кошки На сегодня это все Есть что добавить Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт Там найдете все видеоматериалы а также другую полезную информацию Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp Его номер вы увидите в конце выпуска Телефон нашей редакции 249-88-12 Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей Хотите о чем-то рассказать городу Мы поможем 8 канал Главное Владивосток Во Владивостоке стартовал фестиваль японского кино Жители и гости Приморской столицы смогут увидеть 6 фильмов самых разных жанров от черной комедии до доброго аниме Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами Фестиваль будет проходить в Приморской столице до 5 марта Чем порадует приморского зрителя режиссеры «Страны восходящего солнца» смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев Сразу после прогноз погоды Меня зовут Максим Дудников Всего хорошего и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok